Книга «Открытым оком», пятый том, тема молитвы, вопрос 1414. Как побороть сон для ночной молитвы? Просыпаюсь ночью, но не соображаю ничего, отвечает Игнатий Тихонич Ларкин. Спать ночью – самое естественное состояние человека. Работать днем – это тоже нормальное явление. Псалом 103.23. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Сирахов, 45. У всякого досада и ревности, смущения, беспокойства и страх смерти и негодования и распря. И во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его. Сон – это отрада, радость, утешение. Вот когда нет сна, вот тут беда, тоже естественная. Иов 33.15. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Если человек не спит ночью, то это ненормально, неестественно. Это или вор, или больной. Но если человек получил рождение свыше, стал иной природой, природой родственной Богу, тогда у него есть и разум в разуме, иное осознание назначения человека, понимание сути, смысла его жизни. Тогда он стремится подражать своему господину, которым не спал по ночам. Лука 2.37. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу. День и ночь. Лука 6.12. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 1 Тимофеев 5.5. Истинная вдовица и одиноко надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. Тогда человек поборает, естественно, состояние животного и устремляется к жизни ангельской. А уж как он это умеет, сумеет оправдать, доказать. Это его порыв, его забота, его доказательство любви и устремленности к небесному единению с Творцом. Так что спите, если спится, а когда дойдете до нужной кондиции небесного задержания своей природы новой, если она уже в вас зачалась, тогда пойте по ночам гимны, умоляйте Создателя принять жертву уст ваших. Приятного вам сна и сладкого пробуждения на ночную молитву, радостную и величественную. Бодрствование ночью в молитве, день и на страже в молитве за себя, за родных и за весь мир – это удел святых душ. Тех, которые встретили со Христом. Они четки, лестовки, из рук по ночам не выпускают. Они коленами дают труд по ночам, они коленом дают труд по ночам, как рукам днем. Им всегда Пасха Господня. Исход 12.42 – это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу всех сынов Израилев, в роды их. 2 Коринфянам 6.5 – под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах и бдениях, в постах. 2 Коринфянам 11.27 – в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. 3 Коринфянам 11.27 – распятие. Не рыдай меня, матья, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил? А матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый, каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Анна Ахматова, Богу нашему, слава, ныне и призна, и во веки веков. Аминь. Аминь.